А теперь, господа, вторая часть этой задачи, к счастью, она намного легче. Я сейчас обсуждал, что будет происходить после большого количества операций. А вот давайте зададим себе такой вопрос. А в сколько раз может увеличиться количество черных кубиков за одну операцию? Дело в том, что это постепенное зарастание, конечно, хорошо. А вот может ли резко количество черных кубиков увеличиться за один шаг нашей конструкции? Вот. Надо и понять, во сколько раз. Оказывается, ответ совершенно замечательный. Может увеличиться довольно сильно. Но для того, чтобы, господа, это понять, надо сделать вот какую штуку. Надо нарисовать такой вот крест. Можете себе представить крест из пяти клеток? Представили? А теперь вопрос. А можно ли такими крестами покрыть всю плоскость? На самом деле, конечно, да. Я не хочу сейчас это рисовать подробно. Но вот так вот, если приглядеть... Стоп! А я никогда это нарисовал. Потому что я этот крест обязан нарисовать чуть-чуть выше. Понятно, да? Да. Вот. Дальше вот сюда вот опять крест прессовывается. Так. Можно я дальше не буду? Да. В общем, народ, на кресты всю плоскость разбить можно. Да. А дальше делаем следующую штуку. Ну, опять, как у нас всегда. Берем большой-большой квадрат. Делим его на такие кресты. Для надежности границу обиваем черными клетками. Это все равно ничтожную долю. Вот. А теперь вопрос. Как красить кресты? А, очень просто. В каждом кресте я отмечаю вот такие вот клеточки черным цветом. Идею поняли? Да. Центр. То, что справа от него и то, что выше от него. Понимаете ли вы, что все станет черным? Вот почему это станет черным? Потому что эти три черные. Почему это станет черным? Потому что эти черные. Почему это станет черным? Потому что эти три черные. И получается, что было 3 пятых примерно площади черная, а стала вся площадь черная значит у нас увеличилось количество черных в сколько раз нет не в два из трех пятых чтобы сделать единицу надо умножить на одну целую петель увеличилась 5 3 раза чтобы из 3 5 сделать единицу надо 3 5 умножить на 5 3 все понятно все понятно а теперь вопрос а почему большее количество раз не может произойти увеличить ответ как ни странно в высшей степени простой ребята посмотрите когда у вас есть какая-нибудь черная клеточка представьте себе что вот на ней есть некая черная краска пусть она остается и дальше происходит следующее пусть она какую-то часть своей краски дает в каждую из соседних клеток и так все что у нее было у нее остается и некоторое количество черного вещества она еще дает каждый из соседов это понятно а вот теперь давайте так выберем эту самую долю чтобы выполнилась следующая штука чтобы мы доказали теорему количество черных клеток клеток и могло увеличится больше чем в пять третьих раз чтобы клетка стала черной она должна получить черный цвет от какого количества клеток она должна получить от трех в думаетесь в эту фразу ребята а давайте так она не будет оставлять у себя краску каждой клетке черной мы дадим пять баллончиков краски представили у каждой клеточки ну я не знаю пять баночек чок-чок-чок 5 и принцип простой каждая клетка одну баночку оставляет у себя и дает по одной баночке своих 400 нет если после такой операции где-то оказались три баночки или больше то это клетка по нашим правилам черная правильно а если где-то две или меньше банок то она белая так значит если в начале у нас было а клеток то сколько баночек было то сколько баночек было пять было пять а баночек стало некоторое количество после первой операции икс клеток так вот смотрите у каждой у каждой из них не меньше чем три баночки значит пять а больше или равно три икс это означает что икс меньше или равно чем пять третьих а я решил задачу давайте поскольку это не такое простое рассуждение давайте я быстро повторю значит если у нас в каждой черной клетке есть пять банок краски не важно пять чего-то и мы делаем такое чтобы единичку оставляем или самой клетки а еще по одной задаем всем соседям то черными у нас станут те и только те которые получат не меньше чем три этих самых единичных так это значит что если а это исходное количество черных клеток а икс это то которое получается за одну операцию то раньше было пять а этих самых банок станет не меньше чем 3 икс это если никакая из них не потеряется потому что если какая-то клетка стала белой то у нее попали банки то они просто потеряются ну значит получается так а значит так вот получается оценка пять третьих ну вот эта картинка с квестами объясняет что все доказывается господа разумеется если речь идет о пространстве то там будет вместо числа пять число семь вместо числа три число четыре непонятно да и соответственно будет максимум в семь четвертых единственный вопрос а какая конструкция с крестами в пространстве а надо сделать абсолютно то же самое надо взять кубик и с каждой грани к каждой грани приклеить по кубику получится такой ежик понятно да так вот оказывается такими ежиками тоже прекрасно можно покрыть пространство это не так просто на самом деле понять но давайте я просто идею скажу я скажу идею как на такие вот ежики в каждом каком ежике разумеется семь кубиков значит идея такая давайте помещать центры ежиков в точке с целыми координатами и если у нас есть точка с какими-то тремя координатами то ежик в ней будет расположен в том и только в том случае когда а плюс 2b плюс 3c делится на 7 например в точке с координатами 0,0,0 будет центр ежика например в точке с координатами 4,0,1 будет центр ежика ну и так далее я совершенно не требую от вас чтобы вы сейчас это поняли я просто говорю что это правда и что называется вот так тогда все получается то есть в пространстве такая конструкция с ежиками тоже есть там тоже можно получить ответ ну значит про мерное пространство уже извините я вам рассказывать не буду там на самом деле очень похожие вещи можно сделать но я думаю что мы и так сегодня в общем на плоскости и пространстве задачу полностью решили